друзья приветствую вас на медицинском канале сегодня речь пойдет о целебных свойствах популярного напитка кофе знаете ли вы что в связи с изменениями климата по прогнозам ученых кофе исчезнет уже через 10 лет я лично наблюдаю сокращение предлагаемых сортов кофе в супермаркетах и специализированных кофейных магазинах а вы родиной кофе принято считать провинцию кафе в эфиопии отсюда и появилось название данного напитка существует миф который повествует о том кто первым обнаружил тонизирующий напиток это был обыкновенный пастух из эфиопии которого звали колди случилось это восемьсот пятидесятом году он просто наблюдал за козами и обратил внимание на одно интересное обстоятельство животные после поглощения плодов и листьев кофейного дерева начинали проявлять особенную активность пастух рассказал об этом настоятелю местного монастыря а тот приготовил из кофейных плодов отвар и решил испробовать действие напитка на себе пределу его восторга не было конца впоследствии этим напитком поили монахов чтобы они не засыпали во время ночных молебен и только несколько позже подопечные настоятеля научились приготовить кофе так как мы это делаем сейчас то есть перед тем как варить кофе обжаривали кофейные зерна и дробили их в начале кофейные деревья росли лишь в пределах эфиопии а с 15 столетия эти растения уже можно было видеть и на аравийском полуострове далее кофейные деревья стали появляться на островах суматра и яба причем их распространяли тайна а первый магазин кофе был открыт в городе константинополь в пятнадцатом столетии в этот же период кофейный напиток был заклеймен духовными лицами ислама которые назвали его дьявольским африканским ядом а поскольку мусульмане и спив кофе зачастую забывали о времени очередной молитвы духовенство наложило на этот продукт проклятие покорять европу кофе начал с вены то есть с австрии в 17 столетии в австрийской столице кофе появился благодаря усилиям купца и казака украинского происхождения юлия франца кульчицкого именно он придумал рецепт кофе по-венски который подавали его кофейни одном из немногочисленных заведений такого рода того времени далее кофейные дома стали появляться в англии франции и россии целенаправленно стали заниматься культивированием кофейных деревьев только с 18 столетия его стали выращивать в бразилии гватемали я майки на кубе центральной а также южной америки и в коста-рики на сегодня самыми крупными производителями этого продукта в мире считается такие страны как мексика колумбия вьетнам эфиопии индия бразилия и индонезия так вреден кофе или нет этот вопрос остается дискуссионным великий писатель анаре де бальзак предпочитал работать по ночам и постоянно пил кофе и как считают некоторые в результате этого умер в возрасте 51 года однако не менее известный поэт и философ вольтер также злоупотреблял кофе но прожил 83 года а вот одним из знаменитых долгожителей любивших кофе является французский писатель фонтанель доживший до 100 лет правда свое долгожительство в свое время он объяснял тем что очень любил клубнику знаете ли вы что в плодах кофе содержится около 2000 активных веществ среди которых особое место занимает полифенолы обладающий противовоспалительным антиоксидантным и противораковым действием по количеству полифенолов таких как хлорогеновые кофейные кумариновые кислоты кофе является безусловным лидером оставляя далеко позади себя черный и зеленый чай а также красное вино абрикосовый и морковные соки причем фенолы отлично извлекается из кофе с помощью горячей воды и чем выше температура тем лучше они извлекаются как правильно приготовить кофе если вы используете так называемую турку нельзя кипятить напиток а только держать на грани закипания так как фенолы при перегреве разрушается для приготовления же экспресса кофемашине лучше использовать свежемолотые до мелкого порошка кофейные зерна такой напиток соберет себе весь комплекс активных веществ аромат и большое количество кофеина на содержание кофеина влияет не только способ приготовления напитка и величина помола но и температура обжига кофейных зерен что придает напитку неповторимый аромат считается что чем больше обжарен кофе чем он темнее тем меньше в нем кофеина и других метилксантинов таких как теопромин и теофилин лучшим считается среднеобжаренный кофе содержащий максимальное количество антиоксидантов приведу пример итальянский французский и испанский кофе традиционно приготовляется сильно обжаренным а американский и английский а также индонезийский это среднеобжаренные сорта кофе а соответственно самые полезные вот как выглядит польза одной чашечки кофе так в одной чашечке кофе содержится 5 процентов дневной нормы пантотеновой кислоты или витамина b5 11 процентов дневной нормы витамина b2 2 процента дневной нормы витаминов b3 и b1 и 3 процента дневной нормы калия и магния вот такая польза всего от одной чашечки кофе и причем обратите внимание что с ростом количество выпиваемых чашек кофе в день растут и цифры то есть процент получения вами дневной нормы полезных веществ и это друзья не полная картина ведь кофе богат еще и антиоксидантами в этом отношении он превосходит даже фрукты и овощи все вместе взятые что же такое кофеин посвятим несколько слов этому уникальному веществу 1819 году французскому ученому рунге удалось выделить из кофейного экстракта бесцветные шелковистые кристаллы сладко горького вкуса водный раствор этих кристаллов по своему возбуждающему действию во много раз превосходил кофейный отвар это вещество было названо кофеином кофеин это алкалоид содержащийся в семенах кофейного дерева в листьях чайного куста и орехов кола после открытия кофеина кофе пережил второе рождение напомню кофеин используется в медицине для лечения различных видов головных болей он растворяется в воде и алкоголе оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему и на сердце его принято использовать в качестве стимулятора кофеин приводит к усилению процессов возбуждения в коре головного мозга он способен повышать двигательную и умственную работоспособность в нужных дозах снимает усталость и сонливость но передозировка способствует истощению мерных клеток кофеин входит состав более 20 лекарственных препаратов и способствует восстановлению нарушенных функций некоторых органов человека поэтому с успехом применяется в медицинской практике прием напитков содержащих кофеин является своего рода приемом очень малых доз лекарств стимулирующих и поддерживающих деятельность всех жизненно важных функций человека ученые считают что человеку полезно каждый день получать такое количество кофеина которое содержится в двух чашках кофе кофе обладает необычными и мало известными свойствами о которых возможно вы и не знали например недавно исследователи обнаружили что любители кофе меньше склонны к суициду чем те кто кофе регулярно не употребляет риск попытки самоубийства среди кофеманов снижен на 50 процентов благодаря воздействию кофеина поскольку он влияет на выработку в организме серотонина и дофамина это нейротрансмиттеры связанные с эмоциями кофе может помочь избавиться от депрессии и поднять настроение риск развития депрессии очень эффективно снижает употребление всего двух чашек кофе в день согласно статистике люди регулярно пьющие кофе в несколько раз реже совершает самоубийство чем те кто его не пьет и это не единственное полезное свойство кофе предлагаю вам еще по меньшей мере десяток необычных фактов о кофе о которых вы скорее всего ничего не знаете кофе можно не только пить но и просто вдыхать специально для людей которые не представляют свою жизнь без кофе но по каким-то причинам не могут регулярно пить кофе был разработан портативный ингалятор айшот который выглядит как пластиковый цилиндр размером с охотничий патрон каждом таком устройстве содержится 100 миллиграмм кофеина по сути это бескалорийная альтернатива кофе и другим энергетикам чтобы принять дозу кофеина нужно просто оттянуть нижний зеленый край патрона и сделать вдох всего вещества в ингаляторе хватает на 6 8 затяжек причем можно не употреблять все сразу а закрыть клапан и оставить часть кофеина на потом еще один мало известный факт состоит в том что из кофе можно заваривать чай вкус напитка из листьев кофейного дерева не менее интересен чем вкус напитка из его зерен чай который можно заваривать из листьев кофе не такой крепкий как непосредственно сам кофе зато без обычной чайной горчинки и обладает насыщенным вкусом более того кофейный чай содержит меньше кофеина и больше антиоксидантов чем обыкновенный черный чай такой интересный чай также снижает риск диабета и некоторых болезней сердца вас это удивит но оказывается что кофе бодрит только ленивых кофе отличный стимул для тех кто любит полениться для таких людей кофе отличный стимулятор а вот трудоголиком он в таком качестве напротив противопоказан поскольку производит обратный эффект психолог джей хоскинг пришел к этому выводу поставив опыт на крысах как и люди крысы склонны искать пути выхода из различных ситуаций и решать задачи с которыми сталкивается например проходить лабиринт оказалось что кофеин значительной степени снизил активность наиболее подвижных грызунов а те же крысы которые вначале ленились после приема дозы кофеина начали вести себя активнее интересен еще и тот факт что кофе больше бодрит женщин чем мужчин женщины после нескольких чашек кофе становится энергичнее а мужчины начинает работать медленнее и сомневается в своих результатах следующий малоизвестный факт состоит в том что кофе помогает от похмелья наиболее неприятным в похмелье является головная боль сильнейшие мигрени могут полностью отравить настроение и не дать сосредоточиться на работе к сожалению избавиться от похмельной мигрени порой трудно даже при помощи анальгетиков однако от похмельной головной боли прекрасно помогает кофе болевые ощущения возникает из-за образования в организме ацетата под воздействием этанола кофе же помогает заблокировать преобразование ацетат альдегидов ацетат и как следствие избавиться от боли только не стоит слишком увлекаться такими методами лечения для человека со средней массой тела достаточно чашки кофе объемом 100 150 миллилитров знаете ли вы что безопасная доза кофеина 400 миллиграмм в день каждый человек реагирует на кофеин по-своему в зависимости от метаболизма давно установлен что злоупотребление кофе может негативно сказаться на здоровье и безопасная доза кофеина для каждого человека индивидуально и зависит как от физиологии так и от способа употребления вещества по данным исследователей безопасная доза кофеина для взрослого человека 400 миллиграмм в день большая доза может вызвать проблемы с сердцем или негативные изменения настроения не стоит правда забывать что беременным женщинам необходимо снизить эту норму почти вдвое поскольку при избытке кофеина в организме увеличивается вероятность выкидыша кроме того курильщикам тоже следует употреблять меньше кофе чем не курящему человеку потому что их организм очищается медленнее кофеин помогает вам принять точку зрения отличную от вашей собственной он особым образом воздействует на мозг в частности помогает вам согласиться с утверждением с которым раньше вы согласны не были поскольку увеличивает способность мозга воспринимать логику чужих суждений правда чем сильнее во время обсуждения того или иного вопроса отвлекаться на нечто не относящийся к предмету разговора то в этом случае уменьшается вероятность убедить оппонента так как он не сможет сосредоточиться на теме и уделить аргументам должное внимание самый сенсационный факт о кофе состоит в том что самый дорогой кофе в мире делают из экскрементов слона этот сорт кофе называется черный бивень его изготавливают в таиланде плодами кофе кормят тайских слонов бобы перевариваются в кишечнике не полностью и выходят из организма вместе с экскрементами а благодаря процессу переваривания и воздействию желудочной кислоты напиток из обработанных таким образом зерен обладает насыщенным и мягким вкусом без обычной кофейной горчинки кроме того на вкус кофе влияет и другие продукты которыми обычно питается слоны например бананы и сахарный тростник в среднем животному требуется около 15 30 часов чтобы переварить кофе стоимость этого сорта кофе 1100 долларов за килограмм если же вы просто хотите попробовать чашечку такого кофе придется отдать 50 долларов стоимость обусловлена тем что содержать слонов заповедников не так уж и дешево кроме того слонов кормят только тайским кофе арабика выращенным на высоте 1500 метров а слонам нужно съесть около 32 килограмм кофейных плодов чтобы произвести всего один килограмм кофейных зерен следующий интересный вопрос состоит в том влияет ли кофе на давление дискуссии на эту тему ведутся до сих пор безусловно кофе может оказывать определенное влияние на показатели давление но не так как многие из вас думают причем кофе влияет на давление не всегда здоровому человеку можно совершенно спокойно его употреблять даже несколько выпитых чашек кофе на артериальное давление кардинально не повлияет если же показатели были несколько завышены то они останутся на том же уровне или немного повысятся именно поэтому необходимо с осторожностью употреблять кофе при гипертонии людям страдающей гипотонией этот напиток может оказать неоценимую пользу употребление кофе при пониженном давлении помогает избавиться от таких симптомов как головная боль головокружение упадок сил так что расхожее мнение о том что кофе повышает давление неправильно оно повышает давление только если оно очень низкое а у нормального здорового человека такого эффекта не наблюдается и еще отметим тонизирующие действия кофе он или оно кстати здесь тоже мнение расходятся как правильно говорить он или оно так вот кофе прогоняет усталость и сонливость усиливает реакцию бдительности и осторожности предупреждает возможные ошибки вот еще один интересный факт о кофе в тропических странах народная медицина рекомендует семена кофе как противоядие опиуму народные целители в этих странах используют его при холере и малярии кофе способствует сжиганию жира и делает мышцы более упругими медицинские исследования кофе в испании показали что кофе снижает воздействие никотина на организм человека поэтому курильщики пьющие кофе в половину меньше рискует заболеть и раком чем те кто кофе не пьет одна чашечка кофе в день может значительно продлить сексуальную активность женщин в возрасте после 50 лет важно чтобы напиток был изготовлен из натуральных зерен высшего качества только в таком случае он сможет оказать эффект для стабилизации сексуальной активности в день нужно выпивать одну две чашки ароматного напитка злоупотреблять им не стоит так как могут прогрессировать диспептические проявления и слишком сильное возбуждение центральной нервной системы итальянские ученые обнаружили очередное лечебное свойство кофе это способность его избавлять человека от глазного тика напомню что глазной тик он же блефораспазм одна из форм неврологического расстройства для заболевания характерно и произвольное зажмуривание обоих глаз вызванное сокращением круговой мышцы глаза начальной стадии болезни человека беспокоит частое моргание ощущение раздражения глаз затем спазмы становятся более сильными и длительными в результате чего страдает повседневная активность пациенты не могут читать смотреть телевизор переходить улицу блефораспазм чаще всего развивается у женщин старше 50 лет но если регулярно пить кофе как показывает исследование то развитие блефораспазма отступает причем защитное действие напитка возрастает с увеличением дозы так как каждая дополнительная чашка в сутки отодвигает наступление болезни почти на два года руководитель исследования профессор джованни де фазио предполагает что бороться с тиком в данном случае помогает кофеин он теоретически может блокировать те мозговые центры которые отвечают за возникновение спазма точно таким же образом кофеин замедляет развитие паркинсонизма кофе для женщин иногда употребление кофе снимает головные боли при менструациях и прекращает неукротимую рвоту у беременных женщин кофе защищает от рака мощные антиоксиданты содержащиеся в кофейных зернах не только нейтрализует вредные свободные радикалы и очищает организм от вредных токсинов но и повышает иммунитет ученые считают что антиоксиданты могут защитить организм от повреждений генетического материала в клетках и тем самым предотвратить рак кофе продлевает жизнь исследованием занималась целая научная команда сотрудников гарвардского университета во главе эксперимента стоял доктор мин динг пятью годами ранее доказавший прямую взаимосвязь между употреблением газированных напитков и ожирением для того чтобы подтвердить свою теорию авторы исследования провели довольно масштабный эксперимент его рамках были проанализированы данные целых 200 тысяч человек длительность эксперимента составляла 30 лет респонденты должны были являться на осмотр каждые четыре года на основе этих наблюдений и были сделаны обнадеживающие выводы всего три чашки кофе в день снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний развитие диабета второго типа и даже препятствует как ни странно различным неврологическим проблемам один из авторов исследования утверждает что протеление жизни может послужить даже кофе без кофеина за все хорошее отвечает не он а содержащийся в зернах антиоксидант хлорогеновая кислота доктор уже написал монографию в которой вполне убедительно показал как это может быть и диабет и инфаркт вызывается воспалительными процессами а хлорогеновая кислота их способна предотвратить отмечает доктор фрэнк ху следующий интересный факт состоит в том что с помощью кофе можно нарастить мышечную массу однако чтобы ароматный напиток возымел воздействие надо выбирать правильный сорт этого продукта если выбирать между сортами зерен то лучше выбирать арабику именно в ней больше всего антиоксидантов которые положительно воздействует на организм особенно на печень спортсменам необходимо употреблять такой напиток непосредственно перед тренировкой соответственно сразу после занятий спортом у человека появится аппетит и желание пить воду это очень важно чтобы набрать мышечную массу кроме того научно доказано что этот напиток делает нашу тренировку на 17 20 процентов эффективнее а также уменьшает возникновение болевых ощущений на следующий день и еще после изматывающих занятий в спортзале выпейте чашечку кофе боль в мышцах как рукой снимет исследование подтверждает что кофе существенно уменьшает боль в мышцах и действует эффективнее аспирина кофеин снижает риск рака кожи лосьоны для тела содержанием кофеина из кофейных зерен и зеленого чая предотвращает образование злокачественных опухолей тем про кого говорят что у них девичья память тоже не помешает несколько чашек кофе в день а ученые утверждают что кофе улучшает кратковременную память возможно все дело в стимулирующем эффекте который кофе оказывает на организм женщинам любительницам кофе не стоит беспокоиться за свою память пожилом возрасте всего три чашки в день и те кто перешагнул уже 60-летний рубеж будут меньше страдать от потери памяти и ухудшения когнитивных функций следующий малоизвестный факт состоит в том что это по сути яд в самом прямом значении этого слова кофеин относится к алкалоидам также к алкалоидам относят морфин мискалин стрихнин и никотин но к счастью для нас небольшое содержание алкалоида в зернышки кофе не приносит нам ощутимого вреда помним известное выражение любой яд лекарство любое лекарство яд все зависит от дозы с помощью кофе можно даже избежать визита к стоматологу главное не кладите в чашку сахар и молоко жареные кофейные зерна обладает некоторыми антибактериальными свойствами способными уничтожать бактерию являющийся одной из причин образования кариеса и дырок зубах кстати это свойство кофе не имеет никакого отношения кофеину так что любителям кофе без кофеина нечего бояться всего две чашки кофе каждый день спасут от рака такому выводу пришли ученые которые изучали влияние кофе на развитие онкологии согласно данным опубликованным в американском фармакологическом журнале кофе может спасти человека от рака по информации ученых две три чашки кофе в день уменьшает вероятность появления онкологии на 38 процентов а смерти от рака на 46 процентов удивительный факт но при увеличении количества чашек кофе в день до 4 риск получить онкологию снижается на 41 процент мало кто знает но кофе эффективно используется и в медицинских целях при шоковых и обморочных состояниях давление обычно понижается а кофеин поможет его нормализовать кофе способен снизить частоту приступов у астматиков устранить нерезкую головную боль и восполнить недостаток калия в организме при лечении заболеваний печень и желчного пузыря некоторыми врачами проводится так называемое слепое зонтирование для проведения этой процедуры необходимо вызвать спазм желчного пузыря с этой целью пациента просят выпить кофе и съесть яичный желток кофе может сделать человека умнее этот напиток не просто бодрит он может буквально сделать человека умнее активный ингредиент кофе вещество которое называется кофеин он потенцирует работоспособность и является самым употребляемым психостимулятором в мире кофеин действует на мозг посредством блокировки нейромедиатора аденозина в результате блокировки аденозина усиливается активность нейронов мозга и высвобождается нейромедиаторы дофамин и норадреналин многочисленные исследования влияния кофеина на центральную нервную систему выявили его способность улучшать настроение и реакцию стимулировать память концентрацию внимания и обучаемость кофеин как мощное стимулирующее средство не только способствует подъему энергии но и на время усиливают умственные способности считается что кофеин начинает активно действовать через 30 минут и действует еще в течение нескольких часов после употребления чашечка кофе на короткое время обостряет зрение кофеин ускоряет симпатическую нервную систему которая отвечает за дыхание пищеварение и кровообращение обостряются инстинкты стимулируются мозговые рецепторы и вырабатывается адреналин при этом слегка расширяются зрачки правда невооруженным глазом это увеличение заметить трудно кофе может снизить риск такого заболевания как метаболический синдром это когда у человека развивается несколько факторов риска например гипертония ненормальный уровень холестерина ожирение и высокое содержание сахара в крови а также синдром резистентности к инсулину новейшие исследования проведенные американскими ученые обнаруживают связь между умеренным потреблением кофе и сниженным риском развития этого состояния при этом сокращение наблюдается как у мужчин так и у женщин за такое действие кофе отвечает полифенолы фенольные кислоты и флавоноиды содержащиеся в этом напитке потребление кофе в объеме от одной до четырех чашек в день уменьшает риск возникновения метаболического синдрома а теперь перейдем к лечению кофе как вы можете спасти жизнь человеку при помощи чашечки кофе кофе благоприятно действует при отравлениях некачественной пищей угарным и углекислым газом сероводородом керосиновыми и мазутными парами в этих случаях после промывания желудка и кишечника рекомендуется дать пострадавшему одну-две чашечки крепкого кофе его дубильные вещества оказывают положительное влияние на слизистую оболочку желудка и кишечника они осаждают и препятствуют всасыванию остатков ядовитых веществ и токсинов кроме того при отравлениях кофеин тонизирует организм и усиливает ослабленную сердечную деятельность сразу следует оговориться что кофе должен быть качественным и правильно приготовленным поэтому желательно чтобы в хозяйстве была турка но для того чтобы получился наиболее полезный напиток необходимо кофемашина в народной медицине существуют рецепты употребления кофе с медом при простудных заболеваниях а в официальной медицине порой прописывают смесь кофе меда и антибиотиков для лечения застарелого кашля эффект хороший в обоих случаях но злоупотреблять медом не рекомендуется выпитый натощак несладкий кофе служит безвредным слабительным кроме того он делает мышцы упругими и способствует сжиганию жира настоем сырых зерен кофе можно лечить головную боль коклюш катаральное состояние подагру и артрит вот рецепт измельчите зерна кофе одну столовую ложку залейте кипятком одним стаканом оставьте настаиваться 1 час и принимайте по 1 3 стакана после еды 3 раза в день кофе используется для профилактики желчнокаменной болезни регулярное употребление кофе на 30 процентов уменьшает опасность возникновения этого заболевания а суточная доза в этом случае 2 3 чашки в день кроме того кофе защищает от развития сахарного диабета кофе способен снизить частоту приступов у астматиков тщательно перемешайте 250 грамм молотого кофе и пол килограмма меда а затем принимайте перед едой по 1 2 чайные ложки смеси 2 3 раза в день эффективно также смешать пол килограмма меда 100 грамм сливочного масла 70 грамм хрена и 70 грамм чеснока а потом принимать по 1 столовой ложке этой смеси течение двух месяцев за час до еды с целью профилактики болезни альцгеймера и паркинсона пейте кофе каждый день постепенно наращивая его дозу в разумных пределах конечно болезнь альцгеймера самое распространенное нейродегенеративное заболевание в мире она чаще других ведет к возникновению и прогрессии слабоумия исследование указывает на то что у любителей кофе риск заболеть болезнью альцгеймера и слабоумие снижается до 60 процентов а болезнь паркинсона характеризуется смертью клеток мозга вырабатывающих дофамин среди нейродегенеративных расстройств это заболевание занимает второе место по распространенности употребление кофе может снизить вероятность развития этой напасти от 30 до 60 процентов употребление кофе в дозе 4 чашек в сутки это профилактика этих двух грозных неприятных заболеваний однако если одно из этих заболеваний уже развилась то вылечить его кофе уже к сожалению не удастся кофейные клизмы широко используются для очищения организма и даже для его лечения спектр болезней от которых помогает клизмы очень широк это мигрени рак заболевания печени желчного пузыря в медицинской литературе даже описан случай лечения сепсиса кофейными клизмами кофейные клизмы вызывает резкое включение выработки важного гормона глютатиона который участвует механизмах лечения и профилактики рака сердечных заболеваний слабоумия и старения глютатион также нужен для устранения таких состояний как аутизм и болезнь альцгеймера кофейные клизмы стимулируют печень и желчный пузырь к выбросу токсинов откуда уже эти яды удаляется через кишечник кофейные клизмы обходят процесс пищеварения и кофе быстро попадает в кровь из прямой кишки а это в свою очередь обеспечивает почти мгновенную детоксикацию одновременно очищая кровь от вредных токсинов для приготовления кофейной клизмы вскипятите 3 стакана воды добавьте 3 столовые ложки размолотого натурального кофе оставьте томится на водяной бане 15 минут на маленьком огне но не кипятите затем процедите кофейные тварь и добавьте еще стакан прохладной воды и пол стакана настоя ромашки настоя ромашки готовится так берется одна столовая ложка ромашки и заливается одним стаканом кипятка клизмы надо проводить два раза в день курсом от 3 до 5 месяцев такие клизмы хорошо подойдут и для людей с низким артериальным давлением при сопутствующих проблемах с печенью и кишечником кофейные клизмы используются для детоксикации в схемах лечения рака они являются одним из компонентов антиракового протокола келли протокола герцена а также их использует доктор гонзалес последователь келли иногда при быстром распаде опухоли у больного возникает острая интоксикация которая может выражаться в резком ухудшении его состояния в таких случаях просто необходимо срочно поставить кофейную клизму которую повторяют несколько раз в день самым лучшим вариантом однако будет применение кофейных клизм непосредственно перед началом лечения протоколами сильного антиракового компонента который может вызвать быстрый распад опухоли с выходом большого количества токсинов клизмы нужно продолжать делать во время такого протокола и какое-то время даже после для приготовления клизмы требуется 800 900 миллилитров кофе приготовленного из органических зерен средней обжарки причем кишечник должен быть предварительно освобожден как подготовить кофейную клизму положите две три столовые ложки размолотого кофе 900 миллилитров очищенной отфильтрованной без хлора воды кофе должен быть органический из кофеином варите кофе в стеклянной керамической или стальной посуде алюминиевая не подойдет доведите до кипения и кипятите 5 минут а затем на маленьком огне продолжайте варить не накрывая крышкой еще 15 минут после чего процедите при необходимости добавьте еще воды до объема 800 900 миллилитров остудите до температуры тела используйте для клизм полезен будет также кофе в виде клизм для лечения гормонозависимых видов рака предстательной железы яичника матки молочной железы особенно это касается женщин с лишним весом постменопаузе и мужчин с лишним весом среди опухолей на которые влияет кофе можно назвать глиобластому головного мозга кофе снижает скорость инвазии то есть проникновение опухоли в смертные ткани кофе не оказывает какого-либо значительного положительного или отрицательного воздействия на опухоли пищевода полости рта мочевого пузыря легких желудка и поджелудочной железы ослабленным больным или больным после химиотерапии когда эпителий кишечника сильно травмирован и микрофлора практически уничтожена рекомендуется делать дополнительно с кофейными еще и ректальные питательные клизмы кофейные клизмы для омоложения два вещества находящиеся в кофе кавиол и кофестрола пальмитат увеличивает активность глютатион с трансферазы другими словами сильного антиоксиданта ответственного за нейтрализацию свободных радикалов после нейтрализации этих вредных субстанций наш организм выводит эти токсические свободные радикалы из организма также с помощью входящих в кофе других субстанций афелина и обрамина которые и выводят эти токсические радикалы из организма выяснено что кофеол и кофестрол пальмитат увеличивает продукцию глютатиона печени на 700 процентов так что друзья как видите кофе это мощное омолаживающее средство есть один секрет применение кофейных клизм для очищения и омоложения за час до кофейной клизмы примите водоросль хлорел это сильное детоксикационное средство свяжет токсины и доставит их в печень откуда они выйдут с желчью в кишечник в кофейные клизмы можно иногда добавлять некоторые ингредиенты чаще всего это столовая ложка лимонного сока кофейные клизмы является хорошей мягкой альтернативой очистки печени их рекомендуется делать для профилактики от одного раза в неделю до двух трех раз в месяц употребление не более трех чашек кофе в день улучшает состояние у людей страдающих циррозом при отравлении алкоголем при гепатите c и предохраняет от желчнокаменной болезни таким образом кофе оздоравливает нашу печень и еще если вы принимаете в день одну две чашечки кофе то это отлично очищает ваши сосуды есть один нюанс он состоит в том что для снижения уровня холестерина и липопротеина в крови не следует использовать для приготовления напитка пережаренный кофе приготовленный кофе необходимо фильтровать через бумажный фильтр такая процедура позволит отфильтровать большую часть жировых составляющих кофе и снизить их количество в плазме крови если вы пьете кофе с пенкой то предварительно снимите ее ложкой а потом фильтруйте сам напиток кофе используется при аллергии и снова это всего лишь одна две чашечки кофе в день однако напомню что как и в предыдущем рецепте речь идет об натуральном качественном продукте сваренном в кофемашине или турки причем кофе употребляется только черный без добавления сахара молока или сливок а медицинские исследования в южной корее показали что кофе способен помочь людям страдающим сильными аллергическими реакциями известно что симптомы аллергии вызывает гистамин который вырабатывается в организме человека при его контакте с раздражающими веществами так вот как оказалось кофе сильно снижает выделение гистамина и таким образом нейтрализует последствия аллергии помогает кофе и при климаксе при климактерической гипотонии как мужчинам так и женщинам поможет смесь из 50 грамм поджаренных и молотых кофейных зерен с половиной килограмма меда и соком одного лимона такую смесь необходимо принимать по 1 чайной ложке через 2 часа после еды а хранить ее можно в холодильнике кофе для мужчин кофе способен улучшить сперматогенез то есть кофе повышает количество сперматозоидов второе ценное свойство кофе для мужчин состоит в том что оно повышает потенцию ежедневное употребление двух и более чашек кофе может избавить мужчину от эректильной дисфункции то есть импотенции после употребления всего двух чашек кофе происходит усиленное производство половых гормонов которые участвуют в сексуальном возбуждении однако людям у которых диагностировано обострение воспаление простаты пить любой вид кофе категорически запрещено дело в том что этот напиток стимулирует мочевой пузырь а он и так во время простатита постоянно напряжен кофе с корицей порошок корицы в дозировке 1 4 ложки полезно насыпать прямо в кофе корица не только создаст дополнительный аромат но и окажет антибактериальное противовирусное противо ишемическое действие усилит эффект похудания снизит уровень сахара улучшит работу головного мозга а также поможет снять головную боль с пазмы в печени и желчных путях и усилит откаркивающий эффект сейчас осенью грибковая инфекция быстро распространяется во влажных местах таких как общественные бани бассейны раздевалки для лечения этой напасти опять-таки поможет кофе точнее кофейная гуще которая является не только отличным антиоксидантом но и обладает противовоспалительным эффектом при нанесении на ногти и кожу или другие поврежденные участки тела кофе способствует снижению активности грибковой инфекции и предотвращает ее распространение рецепт кофейной ванночки для ног от грибка возьмите 5 столовых ложек молотого кофе залейте одним литром кипятка как только настой немного остынет опустите туда ноги и держите минут 30 затем не вытирая ног наденьте хлопчатобумажные носки и ложитесь спать утром ноги ополосните холодной водой через месяц таких процедур вы забудете об этой напасти а вот если грибковое поражение распространилась на пальцах рук то достаточно приготовить 500 миллилитров напитка при отсутствии кофеварки варить кофе можно в обычной кастрюле или турки для этого приблизительно в 500 миллилитров воды насыпать 2-3 столовые ложки молотого кофе и поставить на большой огонь когда кофе закипит огонь можно убавить и проварить еще 5-7 минут таким же образом как и для ног делайте процедуру для рук то есть партии руки минут 30 а вот массаж кофейной гущей отличное средство против целлюлита если его делать дважды в день после принятия ванны то вы в скором времени отметите что ваша кожа стала гладкой и бархатистой а можно делать обертывание с глиной и кофейной гущей для этого берется 50 грамм глины 50 грамм кофейной гущи одну столовую ложку масла смешайте все это и нанесите на проблемные места а затем оберните участки тела пищевой пленкой длительно с такой процедуры час-полтора еще один рецепт для красоты это абрикосово кофейный скраб мякоть абрикоса нужно смешать с перемолотыми абрикосовыми косточками столовой ложкой меда и добавить туда ложечку черного кофе то есть кофейной гущей вот и все скраб готов можно его использовать для всего тела он отлично очищает кожу придаете мягкость бархатистость и тонкий натуральный аромат кофе кофе поможет также вашим волосам оздоровиться избавиться от перхоти народная медицина рекомендует кофейным напитком смешанным с небольшим количеством воды ополаскивать волосы это придаст им блеск и оттенок шоколадного цвета а также предохранит и устранит перхоть друзья подписывайтесь на медицинский канал не забудьте ставить лайк если вам понравилось видео присылайте свои рецепты делитесь своими советами желаю всем здоровья до новых встреч на медицинском канале